Есть 10 признаков настоящего мужчину. Прошу вас отнестись к каждому принципу, если можно, понемножку. Первое, он рассчитывает только на себя. Это несчастный мужчина, это я не знаю кто. Как он может на себя рассчитывать, если только ты по прерии, там, придешься с ним в своей скотине, и все? Ну, это вы говорите о тех временах, а мы говорим о сегодняшнем. Ну, вообще, а сегодня на что он может рассчитывать? На себя. Кто он такой, чтобы рассчитывал только на себя? Он должен рассчитывать на огромное количество людей. Которые могут помогать ему, которые поддержат и так далее. Это настоящий мужчина, который окружен большим количеством друзей. Тот, который заработал этих друзей, да? Конечно, друзей. То есть мы зачеркиваем этот признак. Он рассчитывает только на себя. Следующий, он самодостаточен. Что значит он самодостаточен? Мне ничего не надо, то, что у меня есть, это все есть. Я достаточно умный, достаточно успешный, я достаточно... Я уверенный в себе. Да, ну что это вообще? Что плохо быть уверенным в себе, да, уверенным. Только ребенку ты можешь такое рассказать, и он вдохновится таким образом. Иногда так хочется быть уверенным в себе. Не надо, но и... Так хочется иногда. И на этом кончается весь рост. Да, и понимаешь это, и все. И снова неуверен, и снова раскачки. Ну, как так жить, ой. Этот принцип тоже. Следующий, он независим. Ну, и такого тоже не может быть. Как-то человек независим ни от чего. Он зависит от природы, он зависит от окружающих, он зависит от всех. Ты мне рассказываешь о каком-то идиоте с глупой улыбкой на устах. Так... Подождите, еще есть семь признаков. Пока только три назвали. Еще семь, но продолжай. Мы нарисуем прекрасный портрет. Так, то есть независим тоже вы отменяете? Конечно. В наше время независимость, по-моему, ясно, что и не существует. Ни для человека, ни для общества, ни для государства, ни вообще для всей планеты. То есть он зависим обязательно? Конечно. От всех окружающих, от всего, что вокруг? От всего. И чем больше он растет, тем более зависим от всех. Вот это важный момент. Он не просит о помощи. Ну и что, он надеется на себя? Ну вот так, вот из всего сказанного выше, он надеется на себя. Он не просит о помощи. То есть он такой, знаете, помощи просить не буду, я сам. Тупой. Это тупой называется, по-моему. Конечно, тупой. Он даже не понимает своими мозгами, что он зависит действительно от всех и вся. То есть вы считаете, настоящий мужчина именно тот, который может попросить о помощи, да? У него может быть такая слабость. Который понимает, что он слаб. Вот это вот. Да, да, да. Это кардинально все меняет. Конечно. То есть он понимает, что слаб и попросит о помощи. Да. Представляете? Ты рисуешь какого-то такого ковбоя с такой челюстью. Ну такой мачо, ну вот так вот, смотрите, рассчитывает на себя. Самодостаточен, независим, не просит о помощи. Дальше он не идет на компромиссы. Ну тогда его убьют или он убьет, и вообще не идти на компромиссы невозможно. Именно через компромиссы мы приходим к правильным выводам. Где-то посреди находится. А разве вы не слышали такую фразу? Я не иду ни на какие компромиссы. Со своей совестью еще добавляют. Какая там совесть? На чем она жиждется? Ой, о чем ты говоришь? Я тебя умоляю. Ну как-то. Совесть. Это уж такое слово. Там тоже есть такой пункт. Да, да, да. Нет, совесть это я уже добавил. Компромисс. Но обычное предложение какое? Я не иду на компромиссы со своей совестью. Я слышу эту фразу все время, кстати, постоянно. То есть человек должен идти на компромиссы, по-вашему? Значит, следующий пунктик, то, что он не идет на компромиссы со своей совестью, сколько она стоит? Вот это вот важно. Да. Я не иду задешево на компромиссы, да? Да. У меня есть своя цена. То есть вы уверены, что у человека есть цена? То есть если ты поднимешь цену, поднимешь, поднимешь, любой пойдет на компромиссы? Вы уверены в этом? Ну, не так так можно ему угрожать, можно чего-то. Все равно. А что значит компромисс? Из компромиссов мы жить не можем. Не можем. Никто. Тем более деловые политики, там еще другие. Как-то человек все время, и тот человек, который понимает, что природа состоит из плюса и минуса, все живет на компромиссах. Отлично. Он не сравнивает, вот это страшный такой принцип, он не сравнивает. Чего? Вот, допустим, себя с другими он не сравнивает. А как же он будет расти? Не растет иначе человек, да? Конечно. Только сравнение. Если я не завидую, если я не сравниваю. То есть я должен и завидовать, и сравнивать? Я должен сравнивать и завидовать. Увидеть, что это не в мою пользу, и меня это будет подстегивать к росту. Ну, то есть вы имеете в виду, завидовать не с тем, чтобы опустить другого, а чтобы подняться над ним, да? Хотя прорваться. Ну, слушай, это зависит от предыдущих пунктов. Да, да. Предыдущие пункты нас подводят к другому. Так, то есть сравнение необходимо. Просто необходимо. Да. Дальше. Он принимает себя таким, какой он есть. Это только мама так может младенца принимать таким, как он есть. А все остальное, никто меня не будет принимать таким, какой я есть. Всегда меня будут все время унижать, сталкивать и так далее. И я тоже должен видеть себя, какой я есть и каким я должен быть. И пытаться все время таким образом расти. То есть я не то, что не принимаю себя, как и я, я должен расти все время. Поэтому это остановка, если я такой, как есть, и все, да? Все находится в диалектике. Дальше. Он избежал кризиса среднего возраста или пережил его с наименьшими потерями? Я не знаю, в чем тут особенно средний возраст. Я его не чувствую, не чувствовал никогда. Потому что вы нашли цель жизни, когда он был 33 года. По-моему, он у меня продолжается. А? По-моему, он у меня продолжается. Что значит кризис среднего возраста? А что должно быть в этом кризисе? Ну, знаете, поиск... Я думаю о том, что прошло и что еще будет, и где же я... Я думаю, поиск смысл жизни тоже сюда подходит, вот сюда. Понимаете? То есть как это вот так написано, что пережил его с наименьшими потерями? То есть... Согласился с тем, что есть. Похоже на то. Да, да, да. Это плохо, да? Нет, это не мое. Все время надо, чтобы этот кризис был, да? Да. Вот в этом понимании, да? Смысл жизни. Кризис среднего возраста, если так вот мы его обозначим, это необходимый отчет о проделанном и о том, что еще не проделано, и что впереди еще много-много-много дел, которые мне надо считать, что вот когда я все это сделаю, тогда у меня будет средний возраст. То есть то, что я, допустим, нашел место в жизни и успокоился, это ужасно по-вашему, да? То есть... Это... Это остановка. Это смерть. Смерть. Короче, с твоими десятью заповедями мы не справились. Не справились. Мы не согласны. У нас все наоборот. У вас все наоборот. То есть на самом деле полная зависимость, постоянная неуверенность, постоянная дорога, никогда не останавливаешься, никогда не отдыхаешь, по большому счету. Вот это, вот это. То есть у вас абсолютно обратно. Открой глаза и посмотри. Без всяких литературных приемчиков. И что увидишь? И ты увидишь, что это все наоборот того, что написано. И это одна. Оставка. И мы же пока. Продолжение следует...